Приветствую, друзья! Только-только завершилась презентация Poco M4 Pro, а я, как обычно, коротко готов вам рассказать, что же там показали и рассказали. И сразу же анонс. Обзор на данный смартфон у меня уже отснят, но я нахожусь под NDA, поэтому опубликовать я могу его только 11 ноября утром. Так что подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а мы начинаем. Сначала похвастались тем, что с 2018 года продали 35 миллионов устройств. Потом дали слово комьюнити из разных стран, которые рассказывали, чем хороши и как хороши продукты Poco. Далее бегло вспомнили Poco M3 Pro, в целом тоже неплохой смартфон, обзор на него тоже есть у меня на канале. И после перешли к Poco M4 Pro. Сразу зашли с козырей. Процессор здесь Dimensity 810, в целом неплохой процессор для данной ценовой категории. Конечно же с поддержкой сетей 5G на 6-нанометровом техпроцессе, с частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G57. Сравнили его по характеристикам и по производительности с Dimensity 700. Память у Poco M4 Pro стандарт IOFS 2.2. Есть поддержка карт памяти и за счет встроенной памяти плюс флешки можно расширить память до 1 терабайта. Poco M4 Pro будет поддерживать функцию Dynamic RAM, то есть оперативную память можно будет увеличивать за счет встроенной памяти. Батарея у Poco M4 Pro на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Обещают, что смартфон заряжается полностью за 59 минут. Так это или нет, я уже подробнее расскажу в обзоре. Poco M4 Pro будет доступен в трех цветах. Power Black или черный, Cool Blue или просто синий, ну и конечно же Yellow, желтый, куда уж без него, все-таки фирменный цвет компании. Дисплей IPS с диагональю 6,6 дюймов, с тачем на 240 Гц и с адаптивной частотой обновления изображения 90 Гц. Основная камера на Poco M4 Pro на 50 Мп и с шириком на 8 Мп. И фронтальная камера у Poco M4 Pro на 16 Мп. У Poco M4 Pro стереозвук и, к счастью, есть выход под наушники. Рассказали, что у смартфона неплохой линейный вибромотор, но об этом опять же подробнее расскажу в обзоре. Помимо выхода под наушники, также есть FM-радио и инфракрасный порт. Сканер отпечатков пальцев уже по традиции на кнопке питания, а также с ее помощью можно активировать различные функции. Ну и конечно же присутствует модуль NFC. Цены. На старте продаж 11.11 версию 4 на 64 ГБ обещают отдавать за 199 евро, но это цена без учета промокодов и купонов. Опять же напомню, все актуальные купоны и промокоды на 11.11 вы найдете в нашем канале Телеграм и группе ВКонтакте. Ссылка будет под видео в описании. А версию 6 на 128 ГБ обещают отдавать на старте продаж за 219 евро. Опять же без учетов промокодов и купонов. В конце многие ждали, что покажут Poco F3 Pro, но его к сожалению не показали, зато показали новый цвет для Poco F3, который будет носить название Morning Silver, ну или просто серебристый и с логотипом Poco на задней крышке. И на этой ноте презентация Poco завершилась. А вы друзья, если здесь были в первый раз, подписывайтесь на канал. Уже на днях выходит обзор Poco M4 Pro, где я детально расскажу о возможностях и характеристиках данного смартфона. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх, а также прожимает колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры и сравнения на канале. А с вами добрые люди, как обычно был я Александр, прощаюсь ненадолго, скоро увидимся, всем пока, до встречи.